По расписанию меню разнообразное, развлечения включены. В Шатурском лесничестве егеря начали зимнюю подкормку животных. Не забыли об уходе за здоровьем лесных обитателей. Для представителей фауны организовали настоящий спа-салон. Забытым и развлечениями млекопитающих наблюдают не только работники лесхоза, но и несколько видео и фотокамер. С их помощью егеря могут не только почитать жителей леса, но и отводить непрошенных гостей. Репортаж Дмитрия Пашинина. То, что голод не тётка, эти звери знают лучше любого человека, поэтому пирожков не ждут. А вот кукурузу с солью кабаны и лоси метут, как люди летом. Два мешка початков на площадку, это больше 50 килограммов. И само собой, сила с хлеб-фарш. С охатом специальная травяная подкормка. И вот тоже кабаны выходят. Для парнокопытных в Шатурском лесничестве предусмотрена совсем уж человечья услуга. Спа-салон. Правда, вместо кремов и мазей углеводороды. Мы полили, допустим, соляры. Вот он пришёл, начинает обтираться. И из-за этого он избавляется от паразитов. Как бы солярный запах идёт, и паразиты уходят. Вадим егерь со стажем. В лесничестве давно, поэтому о своих подопечных рассказывает с особым теплом. Кормить зверей приезжает раз в два дня. В специальных площадах «Харчевин», как их тут называют, больше 70. К большинству можно проехать только на вездеходе. По одним только следам на снегу Вадим Соколов может рассказать о событиях прошлой ночи. Вот сегодня, говорит егерь, нам выдастся редкая возможность. Вероятно, встретим пятнистых оленей. Пока им хватает природного корма, так что людям они не показываются. Но для нашей съёмочной группы звери сделали исключение. Пошёл. Лоси, кабаны, рыси, лисы, енотовидные собаки и пятнистые олени. По данным ежегодной переписи, эти животные обитают в шатурских лесах. Теперь, говорит Вадим Соколов, данные будут точнее. В лесничестве установлены камеры фото- и видеофиксации. Приборы реагируют на движение. И сразу отправляют на телефон егеря селфи. Фото- и видеокамеры помогают следить не только за животными, но и за нарушителями их спокойствия. Большинство фотоловушек находятся в тех местах, где велика вероятность появления браконьеров. Пришла нам, опять же, электронная почта. На планшет, на компьютер, на телефон. И мы поэтому немедленно сразу и реагируем, и выезжаем. Потому что, соответственно, мы знаем, где у нас камеры, и по какому, допустим, кварталу нам уезжать. Ну, соответственно, все равно браконьер далеко не уйдет. Но больше всего егеря рады тому, что благодаря приборам слежения в лесничестве теперь большая коллекция портретов обитателей шатурских лесов. И безопасность их находится под неусыпным контролем. Дмитрий Пашинин, Ирина Кириллина, Евгений Макалкин. Новости 360.